Всем привет! Вы на канале Apollo Games и мы продолжаем играть в Day of Dragons. Зашел я за червя на какой-то русский сервак. Так, давай-ка мы спрячемся, чтобы нас не спалили. И разработчики выпустили обновление. Сейчас появился зимний биом какой-то и портал, и мы обязательно это посмотрим. Но сначала мы посмотрим геймплей за червя. Так, мы сейчас пришли на первый оазис. Я очень долго шел с места спавна. Только жаль, я только с него ушел и в чате общались, что они туда пришли вдвоем. И такие, блин, вот если сейчас заспавнится червя, к нам не сдобровать. Ну и сейчас они вроде как полетели до ближайшего оазиса. Ближайший оазис первый, так что мы их тут подождем. Тут еще кто-то спал. Вон, плазменный дракон. О, он проснулся, давай-ка мы его попробуем съесть. Блин, он сейчас взлетит. Давай как-нибудь вот так. Я еще пока не понимаю вообще, как за червя играть. Так что, если что, у нас могут быть какие-то проблемы. Давай его жрать. Все? Ну, вроде как я его съел. Смотри, его больше нет и звук был как будто я его сожрал. Только как-то это все очень странно было. Если честно. Так, давай-ка. Мы как-нибудь тут пройдем? Нет, блин, еще ночь, нифига толком не видно. Так, вот здесь пройдем. Деревья не дают пройти. Я хочу посмотреть, там труп должен был остаться вроде как. Либо я его должен был куда-то выкинуть. На. Как же это все работает странно. Через скалы мы не проходим. Вон, кстати, нас видно. А, вот тут вот мы можем пройти. Ну ладно тогда. Так. Может быть где-то здесь? Нифига не видно. Смотрите, звуки поменяли у драконов. Просто слышите, как он кричит. Это плазма дракон, новые звуки теперь. Какие же они стрёмные какие-то, не знаю. Вот как-то так. Ну ладно, пришло время умирать. Ну, я челика заманил не очень хорошим способом. Я просто такой, типа, где ты там, все дела. Ну и съел его. И смотри, опять трупа не осталось. То есть я его что сейчас сразу съел? У нас же ни голода, ни жажды ничего не отнимается. Давай, кстати, рост проверим. Я когда заходил, было 1.0 и скорее всего так и осталось. Так, да, 1.0. Ну и гендер можно проверить заодно. Пола у червя вообще нет. Сейчас доброволец прилетел, готовый умереть. Ну и я хочу проверить, чтобы он выстрелил по мне. И мы посмотрели, сколько урона нанесется. Так, ну вроде попадает, да? Да, попадает, урон вообще не наносится. А как червяк вообще должен умирать? Странно. То есть я вообще бессмертный, что ли? Пока что не хочет умирать. О, поймали. Все, съели. Вот так вот. В принципе, даже сейчас высоковато летела она, и мы ее все равно поймали. Выслеживаем жертву, мало того, что они мелкие все, по сравнению с червем. Так, еще и ночь, нифига не видно. Он где-то здесь бегает, мелкая виверна, плюс еще кто-то кричал. Но я думаю, они сейчас отойдут куда-нибудь, и я их слопаю обязательно. И кто-то говорил то, что можно как-то дорасти до элементаля. Я так и не понял, как это можно сделать, потому что, ну, как бы, червь, он не растет. Но это было бы странно, если бы я из земляного червя как бы вырос в огненного элементаля. Но, может быть, как-то это можно сделать. Если можно, то мы разберемся. Давай мы сейчас попробуем его съесть. Вон он. И проверим рост. Может быть, мы от еды растем как-то. Так, 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 так. Ну, его сейчас вообще легко слопаем. Давай. Прямо к нему подходим, и все. Минус. Так, и давай рост проверять. 1.0. Нифига мы не растем. Просто почитайте чат. Поэтому на русском сервере за червя получше играть. Ты хотя бы будешь видеть реакцию игроков, когда ты нападаешь на них. Да, тут нет столько людей, но реакция это бесценно. В смысле? Как так? Надо... Вот давай разберемся. Если я прям вылезу, где она сейчас стоит. Она не умерла? Нет. Как тебе хватать? Вот, вот сейчас мы точно ее убили. И смотри, труп полетел. Его вроде как видно было. Оставим на минут 5-10 геймплей за червя и посмотрим все-таки обнову. Ну и давай сюда попробуем залететь. Это то самое место, где мы кормились динозаврами. Так, я немножко пролетел. Давай-ка. Разворачиваемся. О, ну неплохо. Тут лес какой-то. Давай-ка взлетим, посмотрим на это все сразу сверху. О, речка вроде как даже течет. А не анонс ли это карты, которую типа делают. Ну-ка давай-давай-давай. Так-то выглядит вообще неплохо. Я ожидал увидеть что-то типа пустыни, только снежной. Так, горы, горы. Что тут еще есть? Ну люди говорят, что по сути тут толком ничего и нет. Кроме как елки какой-то рождественской вроде. Давай-ка попробуем ее найти. Не, ну сверху такой себе вид. Между деревьями мне больше нравится ходить. Так, надо запомнить то, что вот здесь портал обратно на выход. И нам уж там попить надо. Ну-ка. Так. А, я туда пролететь не могу, то есть, да? А где елка обещанная, я не понял. Водопад. Давай посмотрим. Типа края этой карты вообще. Ну в принципе очень маленькая карта. Нас еще очень сильно ограничивают. И никакой елки я так и не вижу здесь. Так, вот здесь тоже, да, будет конец? Наверное уже да. Да, да, все, уперлись. Я в чатике попытался спросить. Типа, может кто знает? Может тут что-то интересное спрятано? Ну. Люди говорят, что им бы из пустынного биома выбраться. Так. Давай-ка, наверное, здесь снижаемся тогда. Сейчас надо реку найти, попить. Все дела. Ну и давай меж деревьев просто все-таки пробежимся. Так, в дерево уперлись. И посмотрим, как это выглядит. Ну, тут кустов нет. Ну, все равно выглядит неплохо. Так, ну а вот и речка. Она тут вообще вытекает из ничего. Но это не суть важна. А что она такая зеленая? Это что такое? А, это отражение. Ё-моё. А почему так звезды летают просто? Там не так. А, ну это типа это свечение как-то, да? Я пить не могу. Почему ты пить не хочешь? В зимнем биоме есть вода и сам по себе красивый. Ну да. Я просто слышал, что кто-то все-таки говорил про ёлку. Потому что типа единственная вообще развлекуха в зимнем биоме. Хм. Странно, он не пьет вообще никак. О, еще один дракон летает. Тоже плазменный. Мы, кстати, 1.0. Я вырастил его. Привет. А, и новые звуки, кстати. Да, чуть не забыл. Новые звуки у плазменного дракона. Мы уже слышали, когда за червя играли? Но слишком далеко. Он сейчас вблизи. Но это взрослый дракон. Мы еще посмотрим у мелких драконов как звук. Как будто плазмодракон немножко заболел. Такое ощущение. Так, взлетаем. И смотрим, что здесь еще есть. О, смотри, а это что такое? Тут какой-то свет. Может быть, это и есть то самое? Что за дела? Какие-то пещеры. Тайные ходы. Два дракона. Вы что здесь делаете? Ну-ка, а тут воды нет? Или вот эта вот елочка? Серьезно? Ну, она светится. Вот, похоже, рождественская елочка. Ну, самое время поздравить всех с наступающим Новым Годом. О, в инвизе плазменный дракон. А почему только плазменные драконы-то? И все, а тут выход. В 2020 году разработчик обещает много обновлений, которые мы будем смотреть все. Он сейчас уже анонсировал мало того, что новых драконов, так еще и новых врагов для драконов. Это какие-то там жуки с корабеи. Там мало инфы пока что. Но мы потом посмотрим. В основном это будут враги. Для мелких ребят. Чтобы мелкие ребята кормились и вырастали. Так, вот портал. Все понятно. Ну, в общем, будет интересно посмотреть. А, так вот, оказывается, это елка. Это не настоящие игроки. Я уже после серии записываю это. Потом, когда на записи смотрел, заметил. Ну, вот она, да, украшена. Ну, не слишком-то прям украшена. Но все равно лучше, чем та. Проверил Виверну. У нее вроде звук такой же остался. А вот огненный дракон вроде как по-другому. Сейчас еще раз. Это больше похоже на крик какого-то бешеного кота. Ну, серьезно. Знаешь, кошки дерутся, короче. Какие-нибудь там дворовые. Ну, такие же крики слышны. Ну и давай послушаем маленького плазмодракона. Это смешно. Как будто дразнится, не знаю. Ну-ка, на двойку. Кстати, блин, огненного дракона не проверил. И на четверку остается. Возвращаемся к земляному червю. И мне стало интересно. Смогу ли я пройти через портал им? Давай-ка. Топай, топай. Ну-ка. Так, вот тут заход. Мы же через скалы не можем проходить. Ну, давай. Нет. А вот это вот очень печально, однако. Тем более, сейчас игроки в основном там и тусуются. Они сидят вот в этой пещере. Возле этой елки. Очень много жертв. Давай, хватаем дракона вот этого вот. Куда полетел? Стоять. Подожди, ладно. Они нас, наверное, все-таки не видят. Хотя, давай вот так вот вылезем. Вот, схватили. Прям кого хотели. И труп полетел. Так, иди сюда, Виверна. Ну, хватай. Минус. Еще двое осталось. Так, плазму лучше поймать, наверное, нет? Ладно, давай этого сначала. Все, трупы просто только так разлетаются. Иди сюда. Да-да, постой там. А, черт выше начал подниматься. Все, теперь я его не достану. Так, ну, минус три это уже неплохо. Прям залетели в толпу. Давай теперь за ним следить. Так. Хотелось бы, конечно, зайти на густо населенные сервера. И куда он пропал? А, вот он. Еще один летает. На густо заселенных серверах постоянно занят земляной червь. И это очень плохо. Я его вот так вот достану, нет? Ну, в принципе, и тут нормально так. Да, там уже... Я на французском сервере. Там уже люди говорят о том, что я тут охочусь. А, админ. Смотри-ка, а он меня должен видеть. Это же дракон огненный. Опа. А вот это жертва. Он слишком низко. Давай, 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 быстрее. Так. Схватим, нет? Давай попробуем. Не, не достаем, да? Печально. Не, ну как бы троих цапать, это уже неплохо. Да я сейчас и этих дождусь. Они же не могут вечно летать. Вот, смотри, снижается. Все. Ему хана просто. Минус. Этот час тоже дождется. В своей очереди. Ну, если, правда, не выйдет с сервера. Ему, как минимум, надо будет попить где-нибудь. А я, вроде как, быстрее на него хожу. То есть, даже если он полетит на какой-нибудь другой оазис, я все равно его буду догонять. Смотри, мелкий еще бегает, но его я, наверное, трогать не буду. Он только что заспавнился. Это, наверное, один из убитых мною. Пусть растет. А то, ну, как бы, можно у человека отбить желание играть. Таким способом. Да, в принципе, пусть играет. Зачем мне его дезморалить очень сильно? Ну, то есть, один раз убили здорового, да и хватит. Этот улетает, а вот еще, ребята. Черт, он уже успел взлететь. Я того, в принципе, могу догнать. Но он никуда не улетает, он вокруг да около летает. Так, давай смотреть. Этот тоже ввысь взлетел. Видимо, его уже тоже проинформировали. Там еще мелкая виверна стоит. Может быть, та же, которую мы и видели, но не суть важно. Смотри, он сейчас летит, я его просто легко догоняю. Я намного быстрее, чем он. Хотя плазма дракона, они еще и быстрые. Самые быстрые драконы в игре. Он уже, наверное, просто дразнит меня. Нет, смотри, как он низко, но я, скорее всего, прям чуть-чуть не буду доставать. Как и в тот раз возле оазиса. Собака. Так, давай-ка посмотрим. Нет, я его не достану. Давай еще ждать, пока он еще больше расслабится. Так, давай, давай, давай. Вот это уже близко. Блин. Чуть-чуть не хватает. Так. Вот, все, опускается. Смотри, смотри, дразнит. Он примерно знает. Да, я его не достану. Он примерно знает высоту. Как он понял-то, что я до сих пор за ним слежу? Я еще ни разу не показывался. Блин, ну сейчас рисково. Если я сейчас вылезу, то все, он уже так близко не спустится. Уже никогда, наверное. Уже из игры просто выйдет и все. Примерно на том же уровне летит. Так, меня там вообще не видно, когда... О, смотри, как низко. Да? Достану, нет? Блин. Давай, вот здесь есть шанс. Быстрее догоняем его. Все. Минус. Долетался собака. Ну и пошли теперь еще раз посмотрим на оазис. Может быть, там кто-то еще остался из взрослых. Еще целых три жертвы. Смотри, первого хватаем, который летает. Блин, он высоко поднялся. А этого успеем схватить? Нет. Ну, значит, вот этого. Так, давай, 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 давай. Хватай. Все, минус. Ну и что ты тут стреляешь? Так, давай-ка попробуем их как-нибудь поймать. Как мы это делать будем? Черт, случайно вылетел. И вот этот прилетел еще. Это же тот с первого оазиса. Я, если что, на третьем. Зеленый дракон, да? Ну все, они сейчас так и будут. Летать. За тремя охотятся вообще такое себе. Ждать, пока они снизятся. Но вот сейчас есть шанс. Вот этот что-то плутает как-то немного. Давай, давай, иди сюда. Нет, слишком высоко. Там кто-то очень нелестно о нас отзывается. Хе-хе-хе. Кому-то я не понравился. Так, давай-давай. Сейчас сможем схватить? Нет? Тут еще дело в задержке. То есть я когда вылазаю, я не могу сразу схватить. Ну прям... Если... Не получается, что на уровне рта как-то, я не знаю. Пасти. Точнее, наверное. Давай, вот этого преследуем. Это я, между прочим, админу так не понравился. Так, огненного я оставил в покое. Я перед ним вылез. То, что, типа, ну, вот он я. Так, а это что? Там мертвые маленькие дракончики. Ну и полетел в эту сторону. В надежде на то, что у него есть какая-то связь с друзьями. Он такой, да он за мной летит, за мной. Вы можете там делать, что хотите. Я его сейчас куда-нибудь отведу. Но он явно намеревается куда-то очень далеко лететь. Хе-хе-хе. Я так подозреваю, это снова админ. Он выясняет там, кто пауки. И я думаю, его убить, чтобы он еще подгорел больше. Ладно, ну, как бы, других мы не трогаем, но... Так как он уже реагирует в чате, с этим мы разберемся. Ну, если ошибся, то, конечно, печально. Подожди, он не останавливался, да? Здесь же обязательно нужно останавливаться. Когда пишешь. Фиг его знает. Ладно, давай посмотрим. Минус. Ждем реакции теперь. О, вон еще кто-то стоит. Так-так-так-так-так. Или это админ? Я когда сюда пришел, я, получается, убил виверну, и после этого он на меня агрился. Так, подожди, а где анимация? Где вообще я? Я его убил. В смысле? Вот еще какая-то виверна. Ну, ладно, слишком мелкий. Тот-то уже был, ну, такой, либо взрослый, либо подросток. А эти все так и кружат. А он опять появился? Он вылетел, что ли, и я его, типа, не сцапал? Ну, давай тогда это дело исправим сейчас. В смысле, куда ты полетел? Стоять. Собрался он улетать, блин. Так, все, минус. А, вон еще синий дракон. Точнее, это, наверное, виверна, да? Сейчас мы его схаваем. Да, виверна. Куда полетел? В смысле, вот опять сейчас, что произошло? В чем большой плюс играть на русском сервере? Это то, что они сейчас только и делают, что обсуждают меня. Но я почти нифига не понимаю. На русском сервере нам бы больше понравилось читать реакции. О, посмотри, еще одна жертва. Так, так, так. Но сейчас на русском сервере, мало того, что у меня там плазма-дракон магмовый, в принципе, неплохой, да 1.0 выращен. И мне его как-то жалко, блин, убивать. Так еще и все люди на сервере сидят в зимнем биоме. Так, давай. Но вот опять, что за фигня? В смысле, у меня ни червя не видно, ни трупа. Опять неизвестно, убил ли я его, или он вылетел. Ладно, что будет дальше, узнаем уже в следующей серии. И подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.